Всем привет! Тут у меня вопросик такой интересный, мне подкинули. В интернете гуляет популярная схема Сергея Угрюмова, регенератора на одной лампе. Никто из авторов, повторивших эту схему, не может объяснить, как эта схема работает. Не могли бы вы взяться, разобраться с этим и познакомить на нашем канале начинающих радиолюбителей с принципом работы этой оригинальной схемы. Ссылка, где это кино его, вот это, и там, где эта схема эта. Так, ну ладно, в общем, так, ну кино нажмем сейчас, кино посмотрим. Кто хочет, может его посмотреть, это кино. Так, значит, крутнем сразу. Как он работает, продемонстрировано тут, работает. Значит, катушка у него, вот такая катушка, вот видите, какая здоровая-здоровая катушка. Там эфириток вот. Ну, я считаю, что ее можно и поменьше сделать. Вот сама эта его конструкция. Вот так, ладно, нажмем тут на паузу. Ну, значит, тут у него есть вот схема с доработками ВКонтакте. Вот она, она ВКонтакте с доработками. Вот она, эта схема его, этого Сергея Угрюмова. Так, ну ладно, посмотрим, разберемся. Так, я ее отдельно скачал, отдельно она есть. Тут комментарий, отличная схема. Спасибо за эксперименты там. Ну, молодец. Не я, а Сергей Угрюмов, он изобретатель этой схемы. Михаил, спасибо. На коротковолновом диапазоне кто-нибудь не пробовал схему. У нас на СВ одни помехи, а на КВ есть прием. У нас тоже так же. На средних волнах ничего нет. Китай на русском языке иногда слышно. Если пробовать на КВ, параметры катушек не подскажете. Вот насчет параметров катушек, вы знаете, схема-то простая. Взяли вот так, намотали одну, ага, плохо. Намотали другую, плохо. Намотали еще, о, хорошо. Вот тут вот вопросы такие. Ну, это же элементарно, ну, чего тут такого? Это же не то, что там трансформатор намотать там на 5 киловольт. Вот, ну, я не знаю. Так, ну, ладно. Так, кто пробовал на КВ, есть у кого-нибудь параметры катушек? О, господи, ты бог ты мой. Так, ладно. Так, открываю я ее отдельную, эту схему, которая у меня скачанная. Пинтод у нас работает в режиме усилителя высокой частоты и усилителя низкой частоты. Режимы задаются. На второй сетке мы потенциометром регулируем усиление. Это как регулятор громкости. То есть, получается так, в нижнем положении движка у нас 0 вольт будет, а в верхнем положении 120 вольт плюс. Таким образом мы можем регулировать коэффициент усиления этого каскада. Смещение на сетку, на управляющую задается резисторами R6. То есть, ток, когда течет через лампу, здесь создается падение напряжения. Здесь у нее плюс на катоде, а на этой точке минус. Вот он минус и приходит сюда. Таким образом смещение задали. Сигнал с антенны приходит у нас на сетку, на управляющую. Лампы это усиливает у нас. Вот эти резисторы R4 и R5, они у нас как регуляторы громкости тоже служат, как аттенюаторами. Ими можно регулировать чувствительность. В анодной цепи у нас стоит нагрузка, катушка связи, которая связана индуктивно с контуром, с колебательным. Поэтому вот C2 и катушкой. Верхняя часть катушки связи у нас по высокой частоте сидит на земле через емкость. И тут напряжение приходит к нам. Таким образом этот каскад делает усиление. Усиленный сигнал приходит через катушку связи на этот контур. Этот каскад работает в режиме регенерации. То есть так же, как приемники мы делали. Вот этот приемник Ванюша, регенеративный. Такой же принцип у него. То есть он может, этот каскад, работать в разных режимах. У него есть режим, когда он может генерировать. На частоте этого колебательного контура будет незатухающее колебание. Но можно режим задать такой, чтобы подвести к порогу генерации. То есть он еще не генерирует, но еще малейший толчок, и он начнет генерировать. В этом случае вот этот контур становится умножителем добротности. Здесь добротность очень большая становится. Полоса пропускания у него уменьшается. И амплитуда на нем растет. То есть чувствительность приемника возрастает сотни раз. В этом случае происходит детектирование этой лампы. И низкочастотный сигнал уже у нас идет на сетку. И эта лампа у нас усиливает уже низкочастотный сигнал. Вот так, и нагрузка у него является вот этот трансформатор и динамик. Так, теперь посмотрим, что тут у нас. Вот у нас получается так. По высокой частоте у нас анод сидит на земле через емкость. Анод у нас с катодом соединен по высокой частоте тоже через емкость. Вот так. А по постоянному напряжению у нас получается такая картина. Вот тут у нас резистор R2 47 кОм на аноде. А здесь у нас вот такой хитрый делитель получается. Вот R8 и вот этот R1. Вот здесь вот этот R1 мы сдвинем максимально кверху. Максимально кверху. Тогда, значит, высокое напряжение, вот это 120 вольт через резистор 57 кОм поступает на катод. В то же время на аноде, в то же время на сетке у нас нулевой потенциал. Лампа у нас заперта наглухо. Если мы вот это вот двинем в самое нижнее положение, то тогда у нас на катоде будет потенциал равный потенциалу Земли. То есть к такому же, как и на сетке. В этом случае лампа будет работать, генерировать будет. Поэтому, двигая этот резистор R1, мы можем подвести его к режиму генерации и добиться вот этого самого порога этого. Если мы принимаем SSB-сигнал или телеграфный сигнал, тогда мы делаем так, чтобы он загенерировал. И вот он, когда у нас генерирует, тогда у него максимальное усиление у этого контура получается. И вдобавок еще мы восстанавливаем эту несущую, как в SSB, и как в телеграфе. И тогда у нас вот этот низкочастотный сигнал вот идет, значит, и все, и мы здесь принимаем. Таким образом, здесь можно принимать как однополосный сигнал, вот так и амплитудно модулированный. Все зависит от того, в каком режиме мы генерацию проведем. Вот. Ну и все, собственно, вот эта емкость, она нужна для чего? Если ее не ставить, значит, по постоянному напряжению у нас все время будет на катоде ноль, тогда мы не сможем что-то тут регулировать, поэтому здесь ее надо так развязать. Вот она и стоит вот так вот. Ну и, в общем, и все, собственно говоря. Я думаю, понятно, как это все работает. Вот. То, что там у автора, там, как мы там видели, контур там громадный такой сделан, ну, я не знаю, мне кажется, можно и поменьше делать, и ничего страшного. Но все равно, чем больше добротность, тем лучше. Вот эти вот дросселя тут надо подбирать тоже, от него много чего зависит. Катушку колебательного контура можно сделать и с большим витком, с объемным, в кольце хула-хуп, а можно на оконную раму, рамку сделать. Так что тут творчество можно развивать, кто как хочет. Ссылка на его фильм и на схему находится внизу. На этом я заканчиваю. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Пока.